Всем привет! Меня зовут Светлана Панина, и это видео-подкаст Балаковского репортера «Наш человек». В каждом выпуске мы будем знакомиться и беседовать с уникальными, талантливыми и интересными людьми нашего города. И наш первый гость — Данил Чупахин. Данил, я тебя знаю, конечно, очень давно, и, честно говоря, наверное, дала бы тебе название «многофункциональный деятель». И всё-таки расскажи немного, чем ты занимаешься вообще сейчас, кто ты? Прекрасный философский вопрос. Я постараюсь на него ответить как можно короче. Самое главное, что я работаю. Работаю, слава богу, на себя, занимаюсь в сфере рекламы. Меня всё устраивает. К сожалению, в пандемийные времена очень мало мероприятий. А так я ещё являлся организатором, ведущим и участником различных фестивалей, которые проходят по всей России. Сейчас этого нет, и поэтому этого направления деятельности моей тоже нет. Иногда я пою. Ну, собственно говоря, и всё. Это если сильно коротко. Да, если очень сильно скромно. Огромно. Да. Да, потому что на минуточку ты в оргсоставе всероссийских фестивалей, да? Да, да, конечно, да. Да, хорошо. Ну, я говорю, сейчас этого нет, а так, да, конечно, это Воронеж, Краснодар, Москва, Самара, Саратов, Казань, Екатеринбург, Санкт-Петербург. В общем, много городов, много, но сейчас все города слились в точке Балакова, потому что ничего не происходит. Но, тем не менее, многое происходит онлайн, так что приходится к этому формату привыкать. Упаси, Господи. Ну, конечно же, первый вопрос, который ты ненавидишь, я думаю, почему аниме? То есть тебя знают очень многие как человека, который создал, основал в Балакова аниме тусовку, и все эти фестивали, они тоже изначально были прям такой тяжелой анимешной направленности, ну, сейчас они стали мультифандомными, это понятно, что все расширяется, тем не менее, почему? Ох, миллионы раз, наверное, отвечаю на этот вопрос, и тем не менее, с детского возраста, и до сих пор, а мне 35 лет, я любил и люблю смотреть мультфильмы. Я вообще люблю смотреть фильмы, мультфильмы, не знаю, сериалы, читать книги, режу комиксы. И на тот момент, то есть это среди 90-х годов, конечно же, вместе с советскими мультфильмами и диснеевской анимацией, вот, к нам иногда время от времени попадалась японская анимация, что для мальчика-подростка, да, было на порядок интересней, потому что другая анимация, другие, более взрослые сюжеты, вот, соответственно, этим делом я увлекся. Подтащил друзей, которым тоже понравилось, ну, как это могло не понравиться в то время? Начали заниматься тем, что искать, начали искать, потому что не было интернета, никто еще и в Арсии его не запустил, ничего не было, поэтому мы искали дописки и так далее, там подобное. Все это, собственно говоря, вылилось в небольшую компанию друзей и товарищей, да, которые увлекались чем-то одним. Причем мы не только вот, ну, именно аниме, 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 нам было интересно культура Японии, да, самураи, гейши, ниндзя, какие-то боевые искусства, танцы с вирами, смечательно, все что угодно, кимоно, в конце концов, все это было нам интересно, покупали книжки, я даже японский учил там в каком-то 10 классе по какой-то книжке, господи, сейчас стыдно вспомнить. Когда я впервые поехал на фестиваль всероссийской японской, всероссийский фестиваль японской анимации в городе Воронеж, 2005 год, я увидел общность людей, объединенных одним интересом, вот, которые общаются, творят что-то творческое, занимаются, куда-то ездят, вот, это какая-то общность. Мне очень захотелось, чтобы такая общность появилась в Балаково, чтобы были люди с единым интересом, ну, с единым фронтом интереса, скажем так, вот, которые могли бы развиваться творчески, которые могли бы находить товарищей, друзей на будущее и какие-то воспоминания о своем отрочестве, да, подростковом каком-то периоде связать с поездками на мероприятия, с какими-то постановками, с чем угодно творческим. Вот, для этого мы как раз с моим другом Евгением Порядченко, который, собственно говоря, вместе со мной, он открывал клуб, мы тогда близко общались с Красноперовым Игорем, который нас привел в станцию юных техников, сказал, вот эти ребята хотят творчески развивать молодежь. Директриса нас посмотрела, сказала, ну, неплохо, два месяца отработаете на продленках. Мы два месяца отработали на продленках, показывали кино под открытым небом, у нас было специальное устройство, проводили дискотеки, еще что-то, читали лекции по киноискусству ребятам с пятого шестого класса. То есть отработали на полную катушку, и тогда нам разрешили открыть собственный клуб. Тогда он назывался киноклуб. Вот. И, в общем-то, все, что это был 2007 год, и все, что мы хотели от этого клуба, мы, в общем-то, получили. Потому что уже сколько лет общность не теряется, она наполняется новыми людьми, эти люди находят друзей, товарищей по интересам, единомышленников. Они творчески развиваются, в основном. Едут в поездки некоторые. В общем, я надеюсь, что они прекрасно проводят время, и потом своим, не знаю, там, детям, внукам будут рассказывать. Сами, хотя, в конце концов, будут вспоминать о том, что был у них вот такой период. А аниме, не аниме, тут это, в общем-то, дело десятое. Главное творческое развитие. Вот. Нас это двигало, у нас было шило в одном месте, и мы старались это шило по цепочке передать, вот, чем, наверное, до сих пор я вот уже один и занимаюсь. Успешно передаёт. Но, тем не менее, аниме не аниме, а аниме — это острая тема. Сейчас, например, запрещают всякие там сайты, тра-та-та. У меня такой вопрос. Вот были у тебя ситуации из-за разряда, когда там, не знаю, тебе говорили, гоните его, насмехайтесь над ним, он анимешник, там, не знаю, слухи, домыслы, вот через что пришлось пройти? Ну, да, конечно, потому что всё, что у нас... Это сейчас у нас аниме настолько обыденное явление. Сейчас, если ты не анимешник, или, там, не знаю, не любитель корейской попсы, на тебя покажут пальцем и скажут, «Ох, как странно, что ты вот не все же, а ты вот не». А тогда, когда мы всё это начинали, когда всё это происходило, как только ты вытекал, скажем так, из общего потока, конечно, тыкали пальцами и вертели даже пальцем у виска, говорили, «Ах, тебе уже, сколько там, 20 лет, а ты всё мультики смотришь». Или, что вы там делаете? Почему вы надеваете парики на голову? Почему вы представляетесь какими-то именами странными? Почему у вас, в общем, почему вы самураев показывается на сцене с гейшами, а не вот не гопак, не знаю, и очередную историю про берёзоньку и сказку какую-нибудь русскую народную? Почему? Ну, потому что, пожалуйста, у вас там этих сказок про берёзоньку много, а нас интересует вот это. Вот, оставься на спокоя. Были и домыслы, и слухи, и что только не говорили про нас, что анимешники жгут машины по ночам. Да, это, кстати, реальная история. Не в смысле, что мы жгли, а в смысле, что так говорили. Вот. Слушай, я помню, мы где-то выступали, кажется, в ДК, ну, лет 10 назад, и были гейшами, одевали кимоно, к нам подошла какая-то женщина, а там что-то, ну, какой-то общего-то усилы было, что все выступают, и мы в числе, не наше личное мероприятие. Она подошла и спросила, а это вы из аниме-клуба? Мы такие, ну да. А это правда, что вы куриц в жертву приносите? Мы такие, ну, нет. Ну, видимо, чтобы посмотреть на Селлар Мун какой-нибудь, нужно обязательно принести в жертву курицу. Сейчас можно просто интернет скачать, а, возможно, в мое время, когда были только кассеты, нужно было каким-то богам темным молиться, чтобы найти где-нибудь кассету с дописками. Ну, в общем, да, всякого бреда не было, и слава богу, что сейчас в основном это нормально, хотя вот опять-таки, да, случаются такие моменты, когда люди надо запретить, потому что самое смешное, на мой взгляд, это запрет аниме с... тетрадь смерти, Death Note. Потому что сюжет там абсолютно классический русский. Вот, тварь или одражащая, или право имею. Там все то же самое, да. Там все то же самое, практически абсолютно, кроме какого-то мистического подтекста. Вот, но его запрещают. Запретите Достоевского. Ну, в общем, это смешно, конечно. Слава богу, интернет у нас сейчас широкополосный и максимально разнообразный, и если что-то запретили, это не значит, что оно исчезнет. Вот. Скорее всего, даже если запретили, как правило, у нас это обязательно появится еще в плюс 10 местах. Потому что если что-то запрещают, значит, это что-то очень интересное. Да, пиратство всегда процветает, все хорошо. Да, пиратство всегда процветает. Особенно сейчас. Хорошо. Ну, так аниме, можно сказать, открыло в тебе вот это творчество? Можно так сказать? Вот ты сказал, что ты поешь. Или это все-таки из семьи, потому что у тебя отец музыкант? Это хороший вопрос. Не знаю. Что во мне точно открыло увлечение мультфильмами, в том числе и японскими, это, в принципе, что я полюбил сцену. Я вхожу в театры, в видения, конферанс и так далее, там подобное. В том числе, да, и пою. Но я не могу сказать, что желание запеть у меня появилось, когда я послушал какую-то японскую песню или еще что-то. Я вообще всегда очень про то, как петь я начал рассказываю, смешно и каверзно. Я обычно говорю так. Батя сказал, Данил, надо петь, в общем-то. Запер меня в подвале, дал мне колонку, ноутбук, и сказал пока, и микрофон. Пока не научишься петь, в общем-то, отсюда не выйдешь. Ты знаешь, все-таки от отца. В общем, это, конечно, я сильно утрирую. Действительно, я постигал азовокал в подвале. Это абсолютная правда. Потому что было желание у меня зарабатывать деньги. А тогда очень мало было музыкантов, которые... Было очень много кафе, везде требовалось музыкант, ну, пес. И, в общем-то, ниша пустовала, и нужно было занимать. А тут батя такой, ну, у нас все есть для этого, аппаратура, вот там. Надо всего лишь петь, научиться. Ну, хорошо сказал, надо научиться петь, научился. Пошел работать в кабаки. И... Долго я в кабаках проработал, очень долго. Ну, если у тебя такой огромный, большой певческий опыт, что ты и долго-долго проработал в кабаках, почему ты только в прошлом году сделал свой первый сольный концерт? Тут все очень просто. Я пусть... Я очень люблю петь, действительно, и иногда у меня даже действительно неплохо получается, но я, к сожалению, Чукча не писатель. Я не могу писать тексты песен. Но есть же даже кавер-группы, они не пишут свое. Кавер-группы — это одно. Когда собирается несколько людей и на свой манер играют музыку под конкретные песни, это все-таки одно. А когда выходит человек с микрофоном и под строго определенный минус поет песню, это не так интересно. Мне хотелось, если концерту, хотелось каким-то своим материалом, чтобы песни были не только чужих исполнителей. Мне очень так хотелось. И почему им в прошлом году получилось? Ну, почему-то мы сели с отцом и решили, что пора. Пора написать свой материал. Тем более отец у меня всю жизнь занимается музыкой. Он кому угодно писал песни, но не мне. Если кто не знает, у Данила папа в группе «Лимузин». Клавишник. Валерий Чупахин. Никогда не писал песен мне. И тут он такой, ну, у меня скопилось много материала. Почему бы тебе не записать? А я как раз такой уже ходил, думал, каким же поэтам обращаться. Я уже хотел искать кого-то, чтобы мне написали какой-то материал, который там, я мог прийти к папе и сказал, давай переложим на музыку. Вот. Даже находил. Но в итоге мы с отцом решили, что напишем свой материал, потому что у него этих песен, как выяснилось, полно. Их просто некому петь. Так, в общем-то, и получилось, когда мы написали, записали альбом, который я до сих пор уже второй год пошел, да, никак не выпущу. Я честно клянусь, что в этом году обязательно выпущу. Вот. Буду трубить об этом везде, несмотря на то, что... Так, ну все, ты сказал, это для аудитории уже все, ты понимаешь? Нет пути назад. А я же, я туда только для этого пришел, друзья, чтобы у меня не было пути обратно. Вот. Тут все разойдутся, а я останусь прямо здесь дописывать альбом, и отсюда никуда не выйду уже, пока не сдамся. Вот, да, я очень горю тем, чтобы наконец-таки выпустить. Пусть мне, как человеку современному, в общем-то, которому нравятся современные какие-то направления музыкальные, не очень, я считаю, что не очень будет понятен моим молодым друзьям-товарищам тот формат альбома, который у меня есть. Потому что песни там... То есть там не будет песен типа кис-кис-кис-кис? Нет, не будет. Слава богу, что не будет. Но тем не менее, хотелось бы что-то там, не знаю, больше, наверное, шансона там, чем вот современные какой-то эстрады. Вот. Ну да, это, наверное, так можно послушать и вынести вердикт. Шансон оригинальный, простите, такой, как был во Франции или какой он у нас в России? Что-то среднее? Ну, надеюсь, не то, не то, вот. Ну, какие-то вот мотивы там есть. И, в общем-то, это неудивительно, потому что всё-таки отец, насколько бы не был прекрасным композитором и поэтом, вот, он человек всё-таки старой формации, а сам я, к сожалению, не могу писать, не умею писать. Ни строчки не сочинил за 35 лет. Это пока. Может, ещё всё будет? Да, конечно, времени ещё есть. Конечно. Скажи, кто тебя ещё вообще, в принципе, вдохновляет, вот, из творческих людей, певцы, какие-то музыканты, может быть Чумаков. Да, конечно, Чумаков. Я знал. Очень люблю Чумакова. Алексей Чумаков. Вот, действительно, Чумаков мне... Дело в том, что я с ним какой-то раствор ощущаю, вот, он поёт о тех вещах, о которых я думаю часто. Я вот не могу это переложить на бумажку, а у него получается. Кроме того, он прекрасный музыкант, и вот, ну, из современных исполнителей, а он меня, по-моему, на год или на два года, или у меня старше, что-то такое. Или на тригле. Ну, из современных исполнителей, вот он один из немногих, музыка которых мне действительно прям нравится, потому что он профессионал. Это такой, как говорят, саунд крутой. Вот. Не совсем даже российского, российский как таковый. Вот. Мне всегда, я всю жизнь любил Николая Носкова, и до сих пор я не могу не переслушать какие-то его песни хотя бы несколько раз в неделю, и до сих пор заряжаюсь от его песен. Леонид Агутин, вот, высокий профессионал, и я всегда за ним стараюсь наблюдать. Зарубежных исполнителей это Фил Коллинз, который безбожно обожаю, и для меня он что-то там где-то. Рядом сидит с Зевсом, с Господом Богом, примерно там они тусуются. Ну, я знаю, что тебе вообще очень много чего именно разностороннего нравится, например, этническая музыка в том числе, и у тебя есть коллекция этнических инструментов, и надо было заставить тебя их сюда принести, но я этого не сделала. Мне было бы стыдно, я не на каждом из них умею играть. Я коллекционер, но не слишком музыкален для этого. К сожалению, родители посчитали, что меня лучше отдать в секцию каратэ, чем музыкальную школу в детстве, вот, в родители. И поэтому у тебя еще есть сайт, который ты ведешь о боевых искусствах. Все верно, я являюсь главным редактором сайта Fight Films Info. самый старый, самый крупный, единственный, в принципе, в Рунете сайт, который занимается и освещает единоборство в кино во всем его проявлении жанра экшн. Да, в общем. То есть тебя можно назвать кинокритиком, но в жанре боевых искусств или как? Ну, кинокритиком я тоже был. Раньше был такой портал KinoForum.ru и это было замечательное время. Мы там работали кинокритиками, писали статьи, мы ездили на фестивали. Я помню, несколько раз, дважды нас звали на московский международный кинофестиваль. Вот. Там я встретился с Эдрином Броуди. Да, вот я сделал вот так же. И с тех пор очень жалко, что ресурс перестал существовать. У нас была очень дружная команда, так что критиками я тоже поработал. А сейчас я просто стараюсь отслеживать, делать новости. У нас выходит интервью с разными кинодеятельными российскими, с каскадерами, постановщиками экшена. Ну, то есть, мы стараемся освещать вот этот вот аспект. Иногда нас куда-то зовут даже, просто пофоткать на какие-нибудь мероприятия. Это просто вот это мое хобби, скажем так. Посмотрел сериал Чики. Ну, с тобой это мы уже обсуждали, да. Друзьям скажу по ту сторону камеры, что если вдруг не видели, замечательный российский сериал с прекрасными актерскими работами, который там очень интересно, нероссийская стилистика, несмотря на то, что дело происходит в глубинке а-ля наша. Почему нероссийская? Дело в том, что когда ты видишь вот то, с чем ты сталкиваешься каждый день, проходя, допустим, по нашему прекрасному городу Балакова, без всякой иронии, вот, колористика, то есть цвет-цвет декорированные, они не соотносятся с этой реальностью, и музыка не соотносится с этой реальностью. И вот ты такой смотришь, это про нашу жизнь, настолько про нашу жизнь, что дальше уже, глубже уже не копнуть, как мне кажется. Вот. Но манера передачи вот этих вот эмоций, этой истории, этих персонажей, она не типично российская. Ну, по крайней мере, не как в российских сериалах. Да, 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 то есть вот можно включить канал РТР какой-нибудь там, хотя лучше, конечно, не делать, но можно включить и посмотреть, как там до сих пор работают. Да, я люблю тебя! Вот, да, 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 и это еще, нет, пожалуй, хуже этого, конечно же, трудно найти. Там вот именно такой уровень. А поскольку появились независимые платформы цифровые, там сейчас их много, и Кинопоиск, и там всякого полно, начали выпускать такие сериалы. И, слава богу, я думаю, что как раз кино, наше российское, именно массовое кино, стартует в нужном направлении, именно подталкиваемые сериалами вот этими качественными. Потому что поймут, что можно делать и в кино так. Есть какие-то эксперименты единичные, но мне кажется, что все будет с этим хорошо, я в это верю, вот, а там посмотрим. Ну, Чики, кстати, я так и не смогла досмотреть, потому что для меня он сверхтяжелый сериал, эмоционально, прям, ну да, он очень крутой, а еще вот два радостных, наверное, открытия в этом году для меня из российских сериалов, они комедийные, и для меня это тоже радостно, что еще и комедии начинают делать хорошо. Первый в январе выходил это Настя, соберись, очень смешной, про девочку, в общем, ну, там такие темы, знаете, поднимаются, и феминизм, там, и женские дела, очень так все. По полной программе. Да, а второй, это, наверное, вампиры средней полосы с прекрасным стояновым. Стоянов потрясающий, да. Ладно, Данил, вот смотри, ты такой творческий, такой во всех аспектах талантливый. Скажи мне, почему ты не идешь работать в культуру, хотя тебя неоднократно туда звали и зовут и продолжают звать? Ну, во-первых, я там, ну, как бы, работал, я там работал, я там находился, я там тусовался, и это длилось достаточно долго, это длилось несколько лет. Более того, наш клуб и наши ребятки сыграли в этом огромную роль, потому что когда у, когда наверху нет человеческого ресурса, да, на помощь всегда приходили мы. Творческие, молодые, красивые, интересные. Я не знаю, мне комфортно и нравится там, где я сейчас, мне не хочется ни от кого зависеть, мне не хочется зависеть от повестки, мне не хочется вот этих летучек с... Так, а вот на тебе, Чупахин, то-то, 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 то-то. Я сейчас, если занимаюсь творчеством, то я делаю это для себя. Даже несмотря на то, что я могу, допустим, и так, в общем-то, оно иногда и бывает, что я замешан в организации каких-то мероприятий для города, для конкретной группы лиц. Там, сям, театр, еще что-то. То есть, я не то, что там заперся в квартире своей и пою сам себе песни, и разыграю сам себе спектакли. Несмотря на пандемию и то, что, допустим, наш клуб переживает сейчас не лучшие времена, да, деятельность никуда не девается, деятельность происходит, творчество, оно неостановимо в этом плане, абсолютно. Мне просто не хочется быть форматным. Мне, честно скажу, мне это не, не то, что мне не понравилось или там буду что-то кого-то, на кого-то смотреть и поднимать брови по одной, то левое, то правое, просто не мое. Я очень, мне очень нравится быть в этом плане самостоятельным, мне очень нравится подбирать самому себе сроки, мне очень нравится свобода творчества. Не в том смысле, что там что-то запрещают, там, делаю постановку, по тетради смерти, ее запретили. А в том смысле, что я сам себе в этом плане хозяин. И у меня самое главное есть ребята, у меня есть человеческий ресурс, у меня есть знания, опыт, средства, мне никому не ходить, не надо просить что-то. Я полностью самодостаточный в этом плане, в творческом. я могу делать коллаборации, как говорится. Если зовут, я приду, да? Если зовут, я всегда прихожу, и в этом ничего такого нет. И мне в радости свои скиллы я как-то удерживаю, потому что пандемия, а сценические скиллы забывать нельзя. Поэтому я с удовольствием помогаю, прихожу, если надо петь, поюсь, надо вести виду, если надо какие-то организационные моменты, сообразить, как говорится, на какое-то количество человек я соображаю. Вот. Но нет. Желание идти работать в культуру, независимо от того, это какое-то конкретное место или администрация или еще что-то, я не хочу. Ты очень много раз за сегодня сказал слово пандемия. Скажи, она на тебе вот как-то отразилась, ударила, не знаю, по эмоциональному состоянию или вот только отсутствие мероприятий вручает? Ну, отсутствие мероприятий, оно бывает и ударяет по эмоциональному состоянию. В этом году еще более-менее ничего так. В том году, когда вот все закрыли и все поселились по домам, конечно, мне было очень трудно. Я вообще не люблю сидеть дома. Я вообще терпеть не могу просто находиться дома больше, чем там какое-то определенное время. Поэтому, когда... Более того, я человек, который часто ездит, и я, ну, у меня жизнь такая в разъездах, я, ну, просто привык к этому. А тут вдруг раз все перерубили и некуда поехать. Я когда... Я помню, я уловил момент, когда я сижу в Балаково. Окей. В Балаково третий месяц. Я понимаю, что у меня просто ку-куха отъезжает, потому что, ну, как я... Стоп. Я три месяца нахожусь в Балаково, и я так не делаю лет 15 уже. А тут... А тут... Вот. Ну, я просто... Я плюнулся в машину и уехал на море в том году. Да. Вот, друзья мои, всем советую так делать. Если есть возможность, обязательно куда-то уезжать. Вот, даже если просто на дачу. Просто пожить на даче, потому что... На чужой. Если есть возможность, на чужой. А это вообще замечательно. Вот. Для меня пандемия, да, для меня пандемия страшна. И у слова пандемия, она меня вот ночью преследует, поэтому я так часто о ней говорю. Я очень боюсь, что, помимо того, что это уже является частью нашей жизни, я считаю лично, что она никуда не уйдет, мы просто будем существовать с этой трудностью. Ну, как и многими другими трудностями мы существуем. Это не так, что прям очень страшно. Вот. Она просто станет обыденностью. Она уже стала, в общем-то, обыденностью. У страха есть, как говорится, главный, да, плюс, устаешь бояться. Вот. Устаешь, и все. А потом больше вообще не боишься ничего этого. И мне, я беспокоюсь за то, что, когда это станет обыденной частью нашей жизни, вот, все в том объеме, в котором было в плане творческого, те мероприятия, фестивали, конвенты, независимые театры сейчас очень страдают. Вот. потому что их не поддерживают. И так далее, и тому подобное. Музыкальные концерты. Ты прекрасно знаешь, мы с тобой ездили на Крутушку. Это фестиваль этнической музыки, друзья мои, под Казанью. И мы большие поклонники этой темы. И 10 лет уже ездим. Ну, кроме прошлого и этого года. Я, мало того, что эти мероприятия и форматы могут просто не выжить после всего этого, так еще и люди могут перегореть. Мне кажется, вот самое пугающее еще из всех этих вещей, это то, что ребята, которые сейчас молодые, которые могли бы прикладывать куда-то свою активность, как раз таки заперты в основном дома. Да, нам разрешили какие-то концерты, да, вроде бы функционируют клубы, но тем не менее каких-то больших, масштабных, крутых вещей не происходит. А это очень условно. Если разрешили какие-то небольшие концерты и какие-то клубы, но не происходит, это как, знаешь, как маленькая речушка, которая должна влиться в море. Если речушка течет, что-то никуда не выливается, да, ни во что не выливается, интерес в людей пропадает. А я просто помню, что ты последние 10 лет говоришь о том, что молодежь очень сложно куда-то вытащить, вовлечь в какую-то деятельность. Как теперь вообще их вытаскивать тогда, если они привыкнут, ну, типа, смотреть ТикТок. Я не говорю, что ТикТок это плохо, я люблю ТикТок. Просто надо его дозированно смотреть. Наверное, потому у меня и нет ТикТока. Я на самом деле не знаю и не могу даже придумать. Единственное, что, ну, молодежь, она же не вся, вот, как, всех под одну гребенку грести, это плохо. движуха. И всегда будут люди, которым будет что-то интересно, помимо ТикТока. Ну, помимо учебы, помимо работы, да, помимо семьи, зарабатывания денег и т.д. и т.д. и т.п. Слава богу, мы живем во время, когда движуха, творческая, спортивная, она стала модной. Ну, она модна, в том числе, онлайн. Да, она модна, в том числе, онлайн. Да, там, да, я сейчас, если говорить про какие-то там дискотеки, не наш формат, то есть мы такие, прощаемся с этими людьми, до свидания, идите на дискотеки, да. Вот, а хочется так, чтобы вот именно люди интересовались тем, куда они могли бы вложить душу. То, что они, свое мироощущение положить на это. Пускай это будут театр, танцы, пение, рисование, писание сценарии, съемки кино, а сейчас кино может снимать любой, у кого есть айфон, там, не знаю, какое-то, ролики, видео, что угодно. Я очень надеюсь, просто, что время, в котором мы живем, то есть вот именно, даже тоже, TikTok тоже на это работает, он показывает движуху, какая она может быть. И, возможно, в этом заключается дальнейшая работа с молодежью. Возможно, вот именно так, мы будем с ней разговаривать вот на этом языке. Как бы это странно не звучало на языке TikTok. Это называется клиповое мышление? Возможно, я не психоаналитик. Я тоже нет. Вот, поэтому не знаю, как это точно называется и в чем там соль. Но мне так кажется, если раньше, допустим, всего этого не было, и действительно, мы тащили людей фактически из дома, и ты сама приказно знаешь, какие-то случаются общие мероприятия, как та же самая Библионочь, мы смотрим так, наш, не наш клиент, за руку, а ты знаешь, дорогой мой человек, что мы, в общем, что есть творческие направления такие, ты по глазам вижу, хочешь творить, а слово творчество, а не слово тварь, вот. Раньше вот так приходилось сделать, а сейчас все уходит туда, все, и я думаю, что, наверное, это прямой доступ к мозгу молодого человека. Творчество, творчество, а какие дальнейшие творческие планы? Давай спойлеры, да, концерт. Концерт, который, скорее всего, пройдет в городе Саратове, правда, уже пока непонятно, в каком месяце, но я очень надеюсь, что в этом году, я крайне надеюсь, что уже к октябрю я смогу похвастаться альбомом полноценным, загрузить его во все iTunes, Google Music и Spotify, да, вот, и, конечно же, наша любимая сеть ВКонтакт, вот, и я смогу уже поделиться этим с миром, а не только петь песни там на каких-то отдельных мероприятиях. Мне очень хочется, чтобы в этом году прошло прошло наше ежегодное мероприятие от нашего клуба, это молодежный ежегодный предновогодний капустник, которым мы с тобой очень гордимся, и я всегда очень хочу, чтобы он был. А в прошлом году его не было. А в прошлом году его не было. И мне так хочется, чтобы в этом все-таки состоялся. И, в общем-то, время работает на нас в данном случае. И есть вероятность того, что все-таки наконец привьются уже. О, ты оптимист, действительно. Будет общий, я надеюсь, я слабо уверен, я очень надеюсь. Вот, и хотя бы нам разрешат провести наш капустник. если все получится, да, я очень хочу вернуться в театр, я по театру скучаю, и есть пьеса хорошая, интересная, и, надеюсь, у нас получится ее поставить, сделать, и я в ней сыграю одну из главных ролей. Поехали.